В пяти округах Московской области стартовал пилотный проект «Льготный проезд на коммерческих маршрутах». В число муниципалитетов, где ввели новые правила, вошел и городской округ Люберцы. Как работает система и какие вопросы возникают у пассажиров и перевозчиков, узнавала наша съемочная группа. Добрый день. Терминальчик ваш, можно? Теперь при проверке работы общественного транспорта появился еще один пункт. Принимает ли терминал социальную карту? С 1 августа пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в маршрутках. Все перевозчики должны быть готовы к приему таких пассажиров. Сегодня только один был на одном маршруте, у них нет для пенсионеров. Остальные все возят. Удобно, очень удобно. Не отменили бы этот рост. Да, это очень хорошо. Пока пенсионеры радуются приятному бонусу, коммерческие перевозчики считают убытки от такого нововведения. Однако поводов для беспокойства нет. Стоимость проезда льготников им полностью компенсирует правительство Московской области. Перевозчику оплатят по итогам месяца. Ну, допустим, возили за август месяц, где-то до числа 15-20 сентября оплата произойдет. Этот проект является экспериментом. И так как мы его обкатаем, дальше, я думаю, что он будет внедрен на территорию всей Московской области. Соблюдение поручения губернатора на особом контроле. Администрация округа просит жителей давать сигналы, если на каких-то маршрутах отказываются принимать социальные карты и требуют оплатить проезд. Луиза Егязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.